Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. В Брахинском районе распочала работу первая в регионе перасовная медицинская амбулатория. Свои веды подчас тотальной дыктовки в Гомеле проверили около 200 человек. В областном центре официйно открыли мотосезон. А зараз об этом и иншим больше подробно. На передании пожара небеспечного сезона тему попереджения узгорания в экосистемах обмерковали специалисты затекавленных служб. Сегодня у Гомельске мабл-выконками на пытание журналистов отказывали представники областного управления МНС, землеупорядковой службы, жилево-коммунальной господарки и лесогасподарчего объединения. Летость в экосистемах в области зарегистровано 800 узгораний. Основная причина – спаливание сухой рослинности на присядебных участках. Громадян не спыняет ни штраф до 300 базовых величин, ни криминальная отказность за нанесение материального урону. Увагуле профилактичная работа дае певные выники. У поравнания с адповедным передом 2016 года селита колькость пожаров в экосистемах знизилась у 7 разов. Их зафиксовано крыху больше за 30. Ситуация на территории в области характеризуется як стабильная, але она не повинна заставаться без контролю. Которые в силу каких-то определенных обстоятельств не смогли достучаться до собственника земли, где этот бурьян стоит. Никто так не заинтересован, чтобы его жилище не горело, чтобы его территория не горела, как сам хозяин. К сожалению, некоторых надо принуждать к этому. Удельники брифинга закликают грамадян до супрацовництва. При ведомых порушениях правил эксплуатации замельных участков треба поведомить про их у сельсовет. Протягиваем выпуск, в Брагинском районе приступила до работы первая на гомешине операционная медицинская амбулатория. Она створена специально для обслуговывания сельских населенных пунктов. Нового увядениям подчекавился Олег Синтюров. Створение операционной амбулатории – идея местовая. После списания обсталеваний со старого пульмаскана, саму машину вы решили переобсталевать и разместить ее в мини-медкомплекс. В Брагинском районе покажет диспансеризация стопроцентная. Олег, досягнуть такого узровня, не господеваться только на одну районную больницу. Коли урачи сами проезжают до кожного человека, стан здоровья контролируется значно больше эффективно. Мы куда-то можем подъехать, все это сделать, людей осмотреть, и людям никуда не надо ехать. Потому что не каждый может доехать в Брагин. Потому что если люди трудоспособные, то, конечно, они осматриваются. А старые люди тяжеловато им, конечно. А так это все на месте. Пиросовная амбулатория различена на людей у всех взрослых. За час знаходжения комплекса «Увезды» обследование проходят и пенсионеры, и рабочие местовых предприятий, и дети. У амбулатории можно просить целый комплекс обследований. От огляда урача огольной практики до выявления дозы радиации, которая запрашена в организме. У кресли находятся специальные тачки, которые выдают докладную информацию всего за 5 часов. В первой половине этого года в Брагинском районе планует начать реализацию ящерного проекта «Мобильная школа здоровья». Праца над им вязаться при потребности Организации Объединенных Наций и под эгидой Гомельского облаконкама. У научальных установок со школьниками будут заниматься профилактикой таких социально значительных захворываний, как алкоголизм, туберкулез и ВИЧ. Головная задача – формирование у детей, отказанных относительно своего здоровья. Медики переконаны – это перспективный проект. По селяким выпадкам профилактические мероприемства в Брагинском районе уже доказали свою эффективность. Как поводить себе на заброшенных территориях, все не ведают все, а выпадки на запрашивание у организма повышенных дозы радиации региструются все больше редко. Это, как правило, те, кто злоупотребляет дарами леса. Это ягоды, грибы, это сезонные подъемы, скажем так, внутреннего накопления. Обычно это охотники, обычно это грибники. Ну, иногда бывает у рыбаков. Но это единичное, обычно мы регистрируем ежегодно от трех до пяти случаев. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Брагинский район. До инших тем у «Гомеля» проанализовали выники работы областного союза споживецких товарыствов. Дейности объектов вытворчасти и громадского харчавания проставили на специальной выставе. А подчас провоздачного сходу керавництво областного союза огучило поспехи. На предприемствах «Галины» установлены новые энергосберагающие печи, які дозволили полепшить якость продукции и при этом знизить энергозатраты. Хлебопячение Гомельского областного союза признано одним из лепших в Украине. Развивается внешнеэкономичная деятельность. Летость организации областного союза поставили на экспорт продукции в большем на 6 миллионов долларов, что вышедшим в позаминулом году на 70 тысяч долларов. На посяжение отзначили становшие выники работы Гомельского центрального рынка. У опошних годов Йонг з'является лепшим в регионе. И по выниках 2016 года захвал позицию лидера. По узровне организации «Гандлю» Йонг не заступая буйным столичным рынкам. По многим показателям, по многим направлениям гомельские кооператоры идут впереди. И надо отметить то, что сегодня неплохо развито общественное питание, развивается промышленность, развивается сегодня хлебопечение. В прошлом году мы провели здесь семинар республиканский. Есть чему учиться у кооператоров Гомельщины. По выниках господарша финансовой деятельности «Белка» об союза, гомельский областпожил союз в минулом году занял третье место. В Гомеле прошла тотальная диктовка. Могчимостью проверить свои веды по русской мове скорыстались около 200 человек. В першине акция прошла в 2004 году в российском Новосибирском. Тогда диктовку написали 150 человек. С каждым годом долучались все больше краин. Все лета их было больше за 70. Гомель в списках городоудельников – другой год. Летость акция проходила на одной пляцовце, все лета – на двух. Проверить свою докованость можно было у ГДУ «Мяфранциска Скарына» и у гимназии номер 14, где текст диктовал уголовный редактор областной газеты «Гомельская правда» Сергей Беспалы. У нас очень много совместных мероприятий. Весь учебный год посвящен юбилею этой газеты. Совсем недавно закончилась деловая игра в редакции. Эти ребята побывали на мастер-классах, которые давали работники редакции «Гомельская правда». И собственными силами выпустили газету «Правда дети», за что мы, конечно, очень благодарны «Гомельской правде». Поэтому именно Сергея Михайловича мы пригласили на эту очень важную, почетную роль человека, который будет диктовать текст. Для диктовки был обранный текст российского письменника Леонида Юзефовича под названием «Город Ирака». У «Гомеля» навыдатно с заданием справились 12 человек. Больше 20 стали хорошистами. У «Гомеля» завершился 10-й международный фестиваль детячих миротворческих обеднаний «Уживая вода дружбы». Его удельниками стали 120 школьников с большим 20 городов Беларуси, России и Украины. Двиз фестиваля «До миру изгоды» в 21-м стагодзе. На протягу некольких дн для юных миротворца уладилися тренинги, майстер-классы и круглые столы. Во прошлый день удельники фестивалю наведали 27-ю школу «Гомеля», якая носит статус «Школы миру». Там дети распавяли про свои миротворчие инициативы, наведали музеи школы, а затем вышли на аллею «Миру» и «Яднанья», как посадить древо дружбы. У завершения удельники форуму запустили у неба голубов и шары у колер стягу своих краин. Выником фестивалю стала выпрацовка новых идей и планов по супрацовністю дитячих и молодежных организаций. Это обмен большой опытом. Я считаю, что вот этот фестиваль, который проводится три дня на территории нашей области, очень важен. И задача вот этого фестиваля в какой-то степени поспособствовать единению, укреплению дружбы в целом международном и прежде всего среди молодежи. На выходных у Гомеля открыли мотосезон. У мероприемствия приняли удел сотни водителя у двухколового транспорта. Отправной кропкой стала площадь Ленина. Мотоаматеры почали сбираться за годину до старту. Ровно у полдень у сопроводжения державной инспекции мотоколонна отправилась по центральных улицах города до дитячих городка техничных видов спорта. На место удельников чекали концертные и гульнявые пляцовки. А кроме того, на открытии мотосезона можно было сдать экзамен на категорию А1. Инспекторы ДАИ проверяли теорию и навыки ваджения. Открытие мотосезона у Гомеля – традиционное мероприемство. И оно проходит, дякуючись супрацовництву ДАИ и мотоклуба «Железные браты». На протяжении двух лет тесное взаимодействие наше с любителем мототранспорта, они дали свои плоды в части того, что только в 2016 году уровень аварийности связан с мотоциклами в разы уменьшился. Это эффективность работы нашей, не только сотрудники госоинспекции, но и общественных организаций, байк-клубов, потому что мы через них хотим наши требования довести в части обеспечения безопасного движения. Их это была пошла информация о выпуске. Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинным спортом. Вас познаемец Максим Самин.